скрытые полости будем обрабатывать пушечным салом это я его залью в лонжероны и в порог пушечное сало от компании мастер вакс литровый баллон его необходимо перемешать взболтать минуты две идет вот такой шланчик и мы будем загонять сало во внутрь лонжерона погнали одеваем колпачок вставляем шланг опа уже полилось теперь смотрите загоняем шланг удобно да когда пушечное сало у нас не надо разогревать она уже полностью готова и таким образом мы полностью промазываем лонжерон изнутри теперь обработаем внутреннюю полость порога загоняем шланг чем дальше тем лучше и тянем на себя в обратную сторону много пушечного сала не бывают также резьбу обработаем следующее отверстие теперь передний лонжерон и точнее здесь у нас под домкратник и и для скрытых полостей задних крыльев и дверей я взял антикоррозийный состав mw 109 от компании master wax состав у нас на основе воска не имеет резкого запаха спрей баллон 650 миллилитров также легко просто наносится как их пушечное сало до этому с вами наносили одеваем головку подсоединяем шланчик и погнали обрабатывать скрытые полости смотрите как все клёво разбрызгивается так видно вам ближе видеть как головка рассеивает теперь наша задача пролить шов между стыком крыла панелью крыла и колесной аркой для этого шланг запихаем и разбрызги как я уже сказал много антикоррозийки не бывает просто заливаем я от души влево и вправо и крыло я залил по баллону антикоррозийки на восковой основе также пушечное сало я залил в лонжероны в общей сумме у меня ушло три баллона антикоррозийки на восковой основе и один баллон пушечного сала это получается у нас два с половиной литра я залил воде еще вот этого замечательного автомобиля что касаемо переднего ковра я его постелил пришлось подрезать в центральной части увеличить отверстие также ковер подрезал передней части чтобы можно было просунуть обратите внимание что заводское покрытие войлок автомобильный я оставляю в принципе сколько я автомобиль эксплуатировал он вроде сухой не сырой целом наша вода не попадала на него сверху здесь я буду подрезать уже по ходу движения когда закреплю центральную консоль сзади также вставляем автомобильный войлок лишняя шумоизоляция мне не помешает мне ними они не помешают тут такой вой что лучше ничего не убирать это у нас вторая часть ковра вот обрезки которые пришлось подрезать все продолжаем дальше